друзья мои добрый день сегодня 18 августа ленинградская область обзор перцев сладких лета двадцать третьего года первые перцы покажу те что я не очень довольна вы выскажите кто сажал свои мнения будет конечно очень интересно 1 это вот перец вот такой вот буду лай обещали нам до 350 грамм стенка один сантиметр гранатового цвета но у меня ничего не получилось сказать что не умею выращивать тоже не сказать но в общем конечно больше сажать не буду также оранж горе у меня не получился но есть прекрасные другие перцы поэтому вот он тут я несколько собрала перчин и вот он что то только начинает сажать больше не буду дальше перцы ранняя сенсация и перец коде а вот они вот она коде а вот такой вот остостенный желтый конечно я уже собирала несколько перчин и вот ранняя сенсация вот такой вот тоже желтый я считаю что они однотимты и сажать их нет никакого смысла оба поэтому можно какой-то выбирать один кто любит желтые перцы дальше перец флексу вот этот перец мне очень понравился это семена опять видите импортные сименис значит здесь уже огромное количество перца я собрала он очень вкусный в технической зрелости поэтому вот так вот загружен кустик и я считаю что очень достойный перчик и и конечно сажать я его буду это что-то типа хаски а то есть он у меня идет темп хаски и флексум вот что-то из этих обязательно нужно посадить следующий у меня значит здесь вот коллекционный шоколадная георгеску вот из такого пакетика но интересный цвет пишут хороший перчик но конечно соберу семена но я бы не сказал что сильно урожайный может быть не очень поэтому под вопросом перец хороший вкусный дальше вот это конечно мне очень понравился перец это у нас а перец оранжевый колонн прислала мне его 1 1 из подписчицы не знаю почему но в общем перец вкусный очень красивый в технической зрелости вот этот прям достойный перчик и я уже снимала вкус конечно сладкий очень хороший спрашивают в каком состоянии снимать перца для семян ну вот видите вот это тоже можно перец убрать и пару дней еще полежит и брать него семена вот этот отличный перец это у нас оранжевый колонн дальше идет вот такой красный подснежник ну вот вот так вот вот так вот ультра скороспелый холодостойкий толстостенный крупноплотный у меня практически ничего не получилось но может быть пишут так пишите у кого действительно то что заявлено ну конечно я вот все таки из таких пакетов и такие сажать я что-то больше не буду есть более такие достойные там и в процессе посмотрим кстати кто спрашивал что можно высаживать на улицу вот пожалуйста как вариант на улицу он невысокий можно его посадить вкусовые качества будут зависеть от того как вы будете кормить и поливать их следующий режим барин вот такой вот вот тоже я тут пару снимала перцев но вот он такой вот низкорослый у меня выдал несколько вот так вот перчины и а тоже растет очень медленно все я показывала поэтому конечно я их сажать не буду но для улицы я считаю что очень хорошо красиво смотрится просто толстостенный вот этот перец йока йока вот такой вот низкорослые вы выросла 5 перчин и все на этом обещали нам что на кустике будут до 200 грамм она не знаю вряд ли это 200 грамм будут может быть грамм 130 и на растение сразу присутствует плоды фиолетового желтого цвета стенка толстая вкус нарядный ну вкус нарядное я считаю что для кашпо и для улицы может быть будет он очень хорошо следующий год скорее всего что я обязательно посажу его в кашпо красный барон фасует фирма новые семена энзо задан голландия вот и неплохой кустик для улицы я считаю посмотрите какая загруженность хорошая и в принципе можно было снять у меня много перцев так немножко пораньше здесь еще очень много идет для улицы я считаю что очень хорошо но показывать буду не все а вот это у меня креульская кухня в этом году вот так вот не получилось так что всяко бывает значит здесь у нас шоколадный тоже это прислала мне одна из подписчицы диана с белоруссии тоже с лесей вот вот этот вот тоже вот хороший достойный можете посмотреть и вот вот здесь вот если вот они идут плоды вот вот такие крупные и красивые то они идут их правда немного но для улицы считаю тоже очень хорошо перцы нового поколения оранжевый мармелад ну вот вот так вот немного у меня их здесь на акустике веточка правда отломилась ну вот неплохой в принципе он для улицы тоже подходит можно сажать хризон коллекционной неплохой низкорослый там камелод в той же сша тоже неплохо вот это значит такого пакета фиолетовое любовное яблоко куст шикарный конечно посмотрите сколько перцев но пишут что не знаю у меня почему-то фиолетового цвета он не был с технической зрелости то ли пересорт но то ли то ли они так написали но перцы очень интересные вот вот тут вот просто рекомендую вот они какие-то такие вот прям знаете приплюснутые тоже конечно соберу семена также вот интересные у меня есть перец padron вот очень урожайные это тоже из коллекционных он чем интересен он слабоострый снимает его в таком зеленом виде жарят и посыпают крупные солью и чесноком и подают это блюдо но вкуснятина конечно тоже обязательно буду повторять краснокожий патио у меня в этом году пересорт не знаю почему получился но многие кто смотрит меня знают что конечно не такой был но получился пересорт и также получился мне пересорт червона червоночушка выросла вот у меня вот такая вот чушка но такой интересные вот надо тоже собрать семена я думаю что он для не пойдет для для улицы вот такой невысокий такие небольшие перчики сладкие и там сразу вот смотрим это хабанера хабанада от от гусева но кто смотрел его обзоры но у меня совершенно вырос другой перец хоть и на вкус да он его такой уж вроде интересный но у меня он вот такой вот все конечно завалено плодами и он получился слабоострый так вот здесь вот могу присоветовать перцы значит у меня есть подписчица одна из екатеринбурга она мне конечно очень помогает все интересные новинки что она высаживает что не получается она обязательно даже покупает семена и присылает мне в частности значит вот эти помидоры у нас буфало стейк и коррозон коррозон она мне прислала семена и также вот семена прислала и перца вот это носора желтый но вы посмотрите даже написала что садить пораньше долго зреют плоды на кусте в общем вот такой вот достойный у этот перец сладкий вот и также на сыра красный рядом но он еще даже вот и не собирается зреть но как можете видеть вот такое вот количество перца и вот такой вот шикарный перец ну что тут в принципе все записано что посеянном 3 0 2 ну значит будем все эти вы еще раньше где-то высаживать на солнышке и я считаю что вот посмотрите абсолютно достойный хороший сорт на сыра желтый и на сыра красный передвигаюсь на табуреточки поэтому может быть медленно так следующий тоже мне очень понравился вот этот сорт я покупала семена у виталия которая говорила вам ой нет на валерия он живет в логде гигантская оконка окон кого тоже мне понравился уже конечно же я снимала здесь перцы и в общем выглядит хорошо на вкус обалденный так здесь тоже сейчас посмотрим это от гусева фрегетелло отличный фрегетелло пепперони да у нас тогда фрегетелло пепперони ну такой вот кстати небольшой кустик и можно его и в кашпо посадить очень нарядно будет смотреться замечательный здесь хамик прислала мне одна из подписчица вот такой вот желтенький хорошенький перчик но это неизвестно но тоже понравился соберусь перебрались на другую сторону испанский вера на вот перец из пакета ну в общем вот так вот вера на не понять ну хорошие тоже я считаю что хорош будет для улицы вот это ну конечно у меня не получается вот такие огромные плоды что у нас тут пишут до 300 грамм ну не знаю может быть в испании есть до 300 грамм но я считаю что достойный очень и обычный нормальный скорее всего вот пойдет на заморозку фаршировку отличный перчик а тут идут гагашар чеки желтые красные но как-то видимо из-за того что места мало все-таки их сажать не буду я думаю что лучшее место мы все у нас растут теплицах лучше место отдать лесе ну так вот тоже вот вот такие вот интересные конечно там сплошное вот это стенка практически нет никакого вот это кстати интересный красный каша тоже вот так вот все нормально все хорошо но я думаю что это не все-таки не для нас не для теплиц для улицы да вот кстати интересный какой гагашар конусовидный ранний вот и сюда вот какие тут начали расти перцы интересное там потом посмотрю и какая у него будет стенка вот первое тоже видите маленькие плоды и потом с кормлением и с приходом теплоты начинают увеличиваться все так все спрашивали что это такое это тоже не прислала одна из подписчиц оранжевый башмак почему-то называется не знаю почему может быть тоже пересорт но вот я вам еще показывала в зеленом виде ты мой сладкий ой 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 моя киса ну неси птичку принес мне птичку ой и птичку жалко с благодарностью вот ты бы лучше кротов ловил посмотри кроты пошли а птичку то жалко почему сладкий так ну что делать это жизни так уноси свою птичку все вот такой вот перчик интересное продолжение истории короче пока кот передо мной тут значит показывал какой он молодец и поймал птичку птичка быстро встрепенулась и улетела все слава богу все остались счастливы так вот этот грузинский нос очень мне понравился перец посмотрите здесь я уже много снимала вот раз два три тоже ранний очень вкусный тоже прислала мне одна из подписчиц с перцем желтой леси леночка строкина из ульяновская тоже обязательно я буду его сажать потому что ранний и урожайный но здесь наш красавчик нижегородец уже я собрала полтора килограмма с него перцы соответственно они же не 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 такие не не томаты они же полные внутри поэтому это хорошо и вот еще вот так вот так вот столько перцев на нем вот этот перец от гусева бакатум кап какой-то там сейчас так яблочный перец почему яблочный не знаю бакатум капа 455 сажала я его в декабре месяце значит обрезала в рассадном периоде вот такой вот но перец на вкус обычный друзья мои это один куст я считаю что конечно тоже сажать его можно пораньше сажать и где-то он уже вот эти ветки метр метр семьдесят конечно обрежу уже концы и пусть созревает пока что с ним делать не знаю но скорее всего что его наверно хорошо посушить и паприку из него сделать но посмотрим еще 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 что-то я не придумала на бакатум как 455 это вот один куст дальше у нас идет что это вот я уже собрала забор забор уже метр семьдесят тоже все сегодня прищипну вот вам показываю буду прищипывать испанский местор вот такой вот ультра ранее испании опять же что тут у нас господи до 200 грамм ну не знаю пишут в испании вполне может быть до 200 грамм но у нас вот но тоже очень урожайный в общем то мне понравился перчик так здесь вот любимчик сразу показываю ромира вот такой утра мира в этом году какой-то вот у меня хороший такой мощный это своих семян красный вот так вот тоже сегодня прищипну здесь вот еще одна веточка есть замечательный перец семена собираю вот он второй куст но здесь какой-то вообще не могу понять все таки вот мощные перцы просто мощнейшие может зависеть уже от кормление так здесь я уже показывала это корна де тора этот вот не удался монтеро вот такой вот кустик обещали два метра здесь испанский сладкий вот только начал как-то весь разрастаться но еще время есть месяц сейчас сегодня тоже его прищипну уже тут достаточно перцев чтобы они зрели вот такой вот хит лида ламуя сладкий частных коллекций у меня не получился перец достойный вполне можно сажать вот но ламуя у меня почему-то не вышли вот так вот ну может быть нормировать нужно если оставить там 10 штук может быть они выросли но нам хочется перца все-таки побольше но я считаю что тоже в принципе имеет место быть и ламуя мы посадим эти помпео и реалто ну и здесь паланечка чудо тоже что-то почему-то у меня высоко не вырос вот такой вот небольшой но достойный перец толстостильный чем-то он похож на лесу два кустика у меня чем-то похож тоже будем еще сажать я его сажаю первый год будем разбираться так леся зреет желтая семена собираю здесь корна де тора можете видеть вот такой вот куст вот но он зеленый потому что самосевом здесь рос у меня томат и пока я не убрала томат перец в рост не пошел но сейчас все достойно желтые обязательно соберу семена и обязательно буду сажать его еще очень нравится по вкусу желтые перцы очень конечно они сладкие здесь сейчас все прищипну верхушки вот чтоб уже то что наросло чтобы созревала именно на кусту здесь манган же киото сладкий перец тоже уже вот такие вот надо снимать вынимать семена и на просушку уже работает сушилка с томатами поэтому и делать паприку но также можно какие-то я не знаю заготовки какие-то очень душистый вкусный и урожайный перчик видите особо то не посмотреть перцы потому что все таки я листву не удаляю если даже придет какие-то гусеницы все-таки начнут они с листовые а вот и солнце у нас очень много в этом году и солнце довольно таки яркая поэтому чтоб плоды не портились все таки и соответственно идет налив самих плодов и вкусовые качества все это идет с листовой массы и вот заключительные это я сажала из разных пакетиков этот ромира ромира желтый якобы но видите называют ромира желтый и и в том числе может попасться и ромира оранжевый здесь у меня посажены вроде три куста желтого но получилось два желтого и один получился вот видите оранжевый конечно не посмотреть но можете поверить мне что урожайность просто зашкаливает но вот сейчас вот так вот сегодня я прорезу все здесь вот уже что-то соберу ну вот так вот вот такие заросли вот такие вот перчины подвязать еще надо и вот можете видеть вот такой вот желтый красавчик тоже так вот 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 они все спрятано все спрятано чтоб никто ничего не видел вот они желтые тоже вот так что что сказать год удачный у нас единственное что не было вообще практически дождей вот у кого проблемы с водой то были проблемы у нас колодец вроде бы все нормально так здесь зреют наши тоже любимцы полерма все замечательно и что тут еще один кустик вот вот этот бакатум вот такой вот здесь вот поскромнее все-таки то тут как-то больше в тени вот этот на солнце ну тоже хороший куст посмотрите сколько на одном перчиков и вот это маскарпоне по моему сейчас посмотрю так 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 марконе фиолетовый он растет в горшке не было места но вот он и в горшке прекрасно себя чувствует вот такой вот красавец надо тоже собрать семена посадить на следующие вообще очень урожайный очень и очень вкусные эти перцы то есть принципе в заготовки в лечо замечательно ну вот думала в этом году что теплица большая будет жалко такую огромную для перцев вроде бы но вот можете как видите что вот так вот перцы практически пол теплицы заняли так хочу сразу сказать по подкупа подкормкам если еще у кого-то растут перца что я уже сделала это первое я простимулировала корневую систему где-то неделю назад то есть дала монокалий фосфат с янтарной кислотой после полива пролила и теперь листовая масса шикарная давала я 3 11 38 удобрения от мастера вот можно дать сульфат калия тоже все бродиловки естественно что и весь азот мы уже все прекращаем не даем иначе у вас не будут перца храниться долго и азот совершенно не нужен вот потому что вот такая вот хорошая листовая масса ну и все наверное что еще ну вот будет у меня было 3 11 38 но сульфат калия дам гумат калия уже все уже тоже не надо давать конечно ну а там посмотрим какая будет ситуация ну скорее всего что верхушки прищипнем и уже будем ждать созревания друзья мои всем хороших урожаев есть вопросы спрашивайте пока пока